Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 апреля. Сегодня я пришла делать первую свою подкормку. Это будет, наверное, самый короткий видеоролик о подкормках, потому что я сейчас быстро-быстро все расскажу. Все это я уже говорила в предыдущих роликах, но повторю еще раз. Ко мне сейчас очень часто приходят письма, что делать. Желтеют нижние листики, даже опадают. Вот видите, у меня тоже вот этот лист пожелтел. Я сейчас буду делать подкормку, но сразу скажу, что я подкармливаю не все растения. То есть я говорю, что вообще иногда даже обхожусь без подкормок, и сейчас я рассортировала все свои растения на две группы. Те, до которых у меня дошли руки, и которые я уже распекировала в стаканчики большего объема, в 500-граммовые, я подкармливать не буду. Им и так хорошо. Вы видите вот по общему виду рассады, что она зеленая, ярко-зеленые листья, ничего у них не желтеет, ничего не опадает. Им я дала те условия, которые им нужны. Сейчас я буду подкармливать только те, которые у меня остались в стаканчиках 200 грамм, но которые по возрасту точно такие же взрослые, как вот эти. Просто им меньше повезло, и до них еще руки не дошли. Я уже показывала, что в объеме 200 грамм у них уже закончилось питание. То есть, смотрите, в принципе он сеянец хороший, толстый, все. Но так как грунта у него мало, вы видите, здесь одна корневая система, он все вкусное там скушал, и дальше ему развиваться уже нет потенциала. То есть, там все, что я закладывала при подготовке грунта, там уже ничего нет. Они стоят хорошие, толстые, все, но естественно жизнь берет свое, они растут все больше и больше, а питаться им неоткуда. Вот именно таким растением, вот этим томатом я сейчас хочу помочь и хочу их подкормить самым простым комплексным удобрением. Сейчас прям быстро в двух словах пробегусь по-нитрофоски. Для тех, кто не знает ее, кто ни разу не применял, я напомню, что это вот самое такое, самое, что ни на есть традиционное, классическое минеральное удобрение. Оно комплексное, то есть, там азот фосфор калий, идеально сбалансированное, универсальное и для рассада, и можно в грунт добавлять. В огороде, когда будем выращивать, можно делать подкормки. Потом для комнатных цветов, для сада огорода, то есть и яблони, и груши, и смородины, универсальное в полном смысле этого слова применяется на всем. И вот большинство опытных огородников именно это удобрение, то есть проверенное, из года в год уже опробованное, применяют для первой подкормки. Когда нет явных таких, как бы, причин, применять другие. Если бы у меня здесь была маленькая корневая система, но не развитые корни, я бы тогда вам сказала, что нужен фосфор повышенный. Если бы были прям желтые листья и растения были бы слабые, я бы сказала вам, что нужен тогда азот повышенный. Но если растения более-менее выглядят хорошо, просто им нужно питание. Вот видите, у него здесь уже вот она цветочная кисть намечается, а еще нам две недельки до высадки. То есть мне нужно подкормить, чтобы не было признаков такой ослабленности. Сразу скажу, что если у вашей рассады есть такие явные признаки ослабленности, то нужно провести подкормку вот этой нитрофоской, именно полив. Сейчас дам вам дозировку и буду сама намешивать. В расширенных инструкциях вот к этому удобрению всегда написано 50-60 грамм на 10 литров, потому что все дозировки даются на 10-литровое ведро. Но так как для рассада 10 литров это много, я могу вам сказать так, вот на 5-литровую баклушу рецептура 25 граммов. Я делаю еще чуть поменьше, кладу одну чайную ложку, то есть там 15-20 граммов. И я считаю и всем советую лучше сделать 2 раза полив более слабым удобрением, через какой-то, ну более слабой концентрацией удобрения, через какой-то там период, чем, ну как, переборщить и иногда сжечь. Потому что если кто вот начинающий, они могут что-то сделать не так, сразу еще раз напоминаю, только по влажному грунту. Я делаю только корневые подкормки, потому что по листу у меня постоянно здесь они стоят всегда жарко. Ну можно опрыскивать и по листу, но опять же новичкам не советую это делать, потому что уже очень много таких комментариев тревожных, так что чем-то побрызгали, листья сгорели, чем-то спрыснули, пятна появились. Для того, чтобы не было у вас пятен на листьях, делайте лучше корневые подкормки. Я сейчас вам прям покажу, так как многие уже настоятельно просят, почему не показываете. Просто беру вот сколько войдет у меня в ложку чайную, в пол-литровую банку. Пока сейчас хожу, поливаю растения, вот простые, которым не нужна подкормка водой. Эти гранулы все растворятся до полного растворения. Потом я эту банку волью вот сюда в пятилитровую, ну когда все полностью растворится. И вот этим раствором начинаю поливать, как обычной водой, но предварительно смочив, желательно накануне. Я вчера немножко сделала им полив. Ну можно и сегодня, польете часа два, подождете полтора, а потом польете вот этим вот нитрофоской. Все, я на этом заканчиваю. Самая простейшая подкормка, самый простейший вот этот полив. Еще раз говорю, если у вас есть явные признаки ослабленности, то нитрофоска для первой подкормки подойдет идеально. Там вот этот комплекс НПК, и азот, и фосфор, и калий. Если будет время, я потом расскажу подробнее, для чего мы именно вот этим удобрением. Ну если в двух словах, то это удобрение, оно и стимулирует процессы фотосинтеза. И увеличивает и зеленую массу, вот у кого пишут слабенькие, совсем хиленькие, вам тоже подойдет. Увеличивает и зеленую массу. Очень быстро, беспрепятственно вот это удобрение проникает во все системы растений, и в корневую систему, и в стволы, и в листья. Как она происходит, мобилизация вот этого роста, развития клеток. И тем более, что это удобрение у нас очень известное. У кого бы вы не спросили, все знают, что нитрофоска, это давным-давно уже ей все пользуются. Она безобидная более-менее. То есть, если соблюдать вот эту дозировку, ничего с вашими растениями не произойдет, по крайней мере ничего плохого. Они у вас будут вот такие зеленые, хорошие, здоровые. Я вот сейчас подкормлю те, которые в 200-граммовых стаканчиках. И возможно, это будет первая и последняя подкормка, потому что через 2 недели будем в теплице уже высаживать. Там нам будет немножко попросторнее, они свое возьмут. Но потом, когда вы будете высаживать и когда вы будете выращивать, если у вас состав грунта не идеальный, если не хватает там питательных веществ, то эта же нитрофоска, она с успехом используется и при высадке в грунт добавляем. И потом можно подкормки жидкие разводить, можно делать и опрыскивание, но это уже будет летом. А вот сейчас первая подкормка. Сейчас выключу камеру и полью вот эти вот растеницы. Конечно, я не буду говорить, что о результате я вам скажу потом. Я знаю прекрасно, что никакого явного, вот для нас явного результата мы не увидим, потому что просто растением будет что покушать эти оставшиеся 2 недели. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Постаралась как можно короче, потому что можно на эту тему развести лекцию на полчаса. Но я все быстро, потому что все делаю во время работы. Кому что не ясно, зададите вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok